Говардана-шила была дана Махапрабу Рагунатху Дасу Госвами. Махапрабу дал ее Рагунатху Дасу Госвами. В то время как Шалаграм пользуется почтением варнашрами среди браминов, среди вайшналов, в среде вайшналов почитается Говардана-шила. Шалаграм называют Гандаки-шила. Естественным образом они известны благодаря откровению Гандаки-шила. Шила, которую находят в реке Гандаки, там естественное существование, бытие Господа Нарайны различным способом явлено, открывается в откровении. И тот, кто имеет веру в это откровение, тот принимает путь поклонения Нарайне в Гандаки-шиле или Шалаграме. И также Кришна проявил Себя в Бхагатам и в других местах мы находим. Он говорит, я пребываю в Говардане. Говардан и я сам не раздельно связаны. Поэтому любой, кто станет поклоняться Говардану, будет поклоняться мне. И с этим представлением, с этой идеей Махапрабху, он не делал этого сам, но дал Говардана-шилу, и мы ищем доступа к Рагамаргу, прямой линии Божественной Любви к Кришне. Поклонение Нарайна-шиле, Гандаки-шиле, Шалаграму в Видхи-марге, оно очень возвышенно и присутствует жесткие суровые правила, очень строгие правила, методы поклонения Нарайне в Видхи-марге. В Рагамарге, Рагамарг более либерален, он требует, хочет сердца, а не особых формальностей. Гаудия Вайшнавы, которые хотят обрести положение в земле Божественности, на земле Божественности поклоняются Говардана-шиле. Это поклонение очень благотворно и дает множество преимуществ им. Такова суть, вкратце, то, что я хотел сказать вам. Это поклонение помогает нам обрести доступ в измерение Божественной любви и оставляя в стороне измерение легальной преданности, преданности по закону правила и предписания согласно указаниям Шастры. Если присутствует некий изъян, то наша идея, перспектива уничтожается. Мы приходим к погибели, если присутствует некий изъян в поклонении. Очень строгие правила и предписания в поклонении Шалаграма-шиле. Махапрабху сказал нам, учил нас, что мы можем избежать этого пути. Наше будущее находится где-то в ином измерении, за пределами в стороне от подобной упасаны, подобного поклонения. Поклоняясь Говардана-шиле, мы находимся в более безопасном положении, и это поклонение более плодотворно для нас. Тот, кто хочет служить в области Вриндавана, на земле Вриндавана, в мире Божественной земли. И дикша-посвящение в линии поклонения Говардана-шиле, это дикша такова. Махарадж, я прошу Ваших благословений, я хотел бы начать поклонение Говардана-шиле. Он хочет поклоняться Говардану. Да, да. Вы получили мантры от Свами Махараджа. Первое и второе посвящение от него. Да, конечно. Вы можете начать поклоняться Говардана-шиле. Преданный здесь Даша Рад-сута, у него есть две шилы. И до того, как Вы дали мне саньяса, я предлагал воду и тулосе одно из шил, никем не уполномоченный. И я нарисовал глаза Говардана-шиле. А затем я был изумлен, когда Вы назвали меня Парват. Поскольку я чувствовал, что я обрел благословение от этой Говардана-шиле. Может быть. Он воровский, воровский привел тебя к поклонению ему, неосознанно для тебя. Но говорят, что саньясы не должны поклоняться Шиле. Они тоже могут это делать, но саньяса не нужна для поклонения Говардану, служения Говардану. Она предназначена главным образом, принимается для проповеди. С целью проповеди саньяса ашрам. Саньяса ашрам предназначен для этого необходим. Махараджи, не могли бы Вы дать более детальные или специфические наставления относительно поклонения Говардана-шиле? Очень простое поклонение. Махапрабху советовал минимум немного воды и туласи. И в целом, все, что мы принимаем, без особой, без роскоши, пышности, но просто. Обычно то, что мы принимаем сами, любую пищу мы предлагаем. Если возможно, омовение, а затем предлагаем пушпу, цветы, туласи и какую-то пищу. И все может подноситься. Но простой и короткий способ, метод почитания. Он сам удовлетворен. Но минимум, минимум мы предлагаем воду и туласи этого достаточно. Но насколько Тебе позволяют Твои возможности в этом вопросе? Очень просто. То, что легко, достижимо. Махараджи, какую роль Господь Нарасимхадев играет в жизни и в преданности? Помогает ли он нам обрести чистую бхакти? Кто это Вопадев? Откуда он? Он тоже из Южной Африки. Приехал из Южной Африки, но он американец. Каков его вопрос? Это вопрос о функции, о роли Господа Нарасимхадева во преданном служении. Его особая функция заключается в том, чтобы устранять препятствия, которые возникают на пути преданных, ради того, чтобы они могли приближаться к измерению Божественности. Бхакти Вигна Винашана. Вигна — препятствия, преграда, которые могут возникнуть на пути нашего прогресса в направлении Божественного мира в целом. Он устраняет эти препятствия. Поэтому преданные молятся ему, просят его о том, чтобы нежелательные явления были устранены и путь был очищен. Так было в случае Прохлады Махараджа. Это пример того, как он помог преданному в неблагоприятных враждебных обстоятельствах. Это крайне ясно, очень ясно. Когда преданный стремится, препятствия и преграды могут быть устранены, и путь может быть очищен его милостью. Махарадж, Вы сказали, что Махапрабу предпочитал поклонение Говардана Шиля поклонению Нарайна Шиля. Почему мы видим, что в храмах Махапрабу, Гаудея Вайшнавских храмах, также присутствует Нарайна Шила? Священный Шнур, в нем также нет необходимости. И в поклонении Шалаграма Шиля нет необходимости для Гаудея Вайшнава, в преданных Гауде, для того, чтобы они могли совершать свой, прогрессировать на пути, ведущем к Богу. Но это было введено, подобное поклонение было введено с определенной целью. Две цели преследовались, негативная и позитивная сторона. Позитивная сторона такова. Человек не должен думать, что поклонение Кришне ниже поклонения Нарайне. Голока, это высшее, занимает более высокое положение по сравнению с Вайкунхой. Если мы стремимся туда, то мы должны пройти сквозь Вайкунхой. Этот процесс мы должны оставить позади. Это измерение. В противном случае человек станет Сахаджи. Он будет оказывать почтение Браминам, которые следуют телесной династии. И будет бояться приблизиться к Нарайне. Обычно Брамины говорят, что Кришна происходит из Нарайны. Источник Всевосущего, высшее начало, как в школах Рамануджи и Мадхачари. Но Кришна о Своем, Бхагаван, Он выше всех. Чтобы укрепить подобную веру в преданном, это необходимо. Посчитали необходимым, что мы должны оставить подобное состояние и концепцию позади, затем достичь обители Божественной Любви. С другой стороны, Брамины, так называемые Брамины по крови, они считают, что поклонение Кришне, мальчику-пастуху ниже поклонения Нарайне, Которому мы поклоняемся. Тем самым, они оскорбляют Вайшнава. Чтобы спасти Браминов по крови от оскорблений в адрес Вайшнавов. И чтобы Вайшнавы понимали, слуги Вайшнавов понимали, что мы превосходим Вайкунху и Брамалоку. Чтобы последователь Вайшнавизма был бдителен, сознателен в своей компании. С этими двумя целями были утверждены священный шнур и поклонение Нарайне Шиле. В противном случае, эти явления не нужны ни священный шнур, ни поклонение Нарайне. Это промежуточные стадии. Видя, что присутствует заблуждение в отношении Вайшнавов в обществе, представление, согласно которому Вайшнавы стоят ниже Браминов. Что у них нет права поклоняться Шилограмму. Таким образом, их ценность, ценность Вайшнавизма принижается. Для того, чтобы устранить это заблуждение, заблуждение как в слуге Вайшнавов, так и в обществе, среде Браминов. Эти методы были введены нашим гуру Махараджамом, Бхакти Сидгантой с Расвати Такуром, и мы также следуем по его стопам. Я ясно выражаюсь? Мы тоже слышали, что человек... Что? Он говорит, мы слышали, что мы избавляемся от оскорблений, поклоняясь Шалаграмма Шиля. Не так. Освобождаемся от оскорблений? Нет. Напротив, мы должны быть более внимательны к нашим изъянам в поклонении Шалаграмма Шиля. Шалаграмма Шила не столь прощающего характера. Он очень строгий владыка, и я должен служить ему крайне внимательно. Подобно его природа вдохновляет, побуждает меня быть крайне скрупулезным в моем служении. Но без любви, лишь движимые страхом, движимые страхом, это менее ценное явление. Любовь, внутренняя любовь, более ценное явление. Врожденная любовь. Врожденная любовь – самое ценное явление. Без него строгое соблюдение, Этикета будет в большей или меньшей степени безвкусным и бесполезным. Нат-саман. Благодаря. Нат-саман. Бхава – наиболее важное явление. Внутреннее чувство, внутренний сентимент, ручьи. Это ценное, более ценное, нежели формальности. Необразованный человек может говорить «Вишнаве намаха», что неправильно с точки зрения грамматики. А человек образованный может говорить правильно «Вишнаве намаха», что грамматически правильно, но Господь принимает намерение сердца, не внешнее обрамление или внешний аспект. Хорошо. Поклоняться Гору Нита и Гвардана Шиле одновременно – это раса Бхаса. «Раса Бхаса ли это?» – спрашивает он. Поклоняться Гвардана Шиле и Говору Нита вместе? Нет. Говору Нита и Гвардана Шиле не есть раса Бхаса. Но если Радхара не представлена там, тогда происходит столкновение, конфликт в расе. Но некий экран, барьер между двумя могут быть поставлены. Нита и Гор Нита. И если рядом с Гвардан Шиле представлены Радхарани, тогда они должны быть разделены неким экраном, перегородкой. Вчера вы сказали, что после Радхархунды Гвардан – самое важное место для нас. Но мы очень мало знаем о Кришна Лиле на Гвардане. Да, в целом говорится, что Гвардан – это любимое место, избранное место лагеря Чандравали. Сакья Раса, Сакья Лила также в полном расцвете на Гвардане. О лагере Радхарани – это группа, нам говорят. Место их Лилы неподалеку. Радхарани также находится рядом с Гварданом. Во Вриндаване присутствует Мадхура раса общего характера. На Гвардане избранная, на Радхакунде только избранная группа Радхарани, куда не имеют доступа другие. Так описывает, говорит Рупа Госвами. Но я видел в одной статье, написанной моим Гуру Махараджем, берег Радхакунды и также вода. Присутствуют различия между ними. И воды Радхакунды занимают высочайшее положение. Наибольшую интимность влилили в водах Радхакунды. Это все высокие разговоры. На этой стороне я чувствую, светит солнце, если бы Вы могли устроить так, чтобы я сидел на той стороне. Моя кожа светит. Да, вы можете пойти. Продолжение следует...